Всем привет! С пылу, с жару вышел новый роличек у Найса, и мы сразу побежали его бегом быстрее смотреть, аж ветер разлупался, развивался, короче, неважно. В общем, в любом случае, мы сейчас будем его смотреть, но перед началом хочу сказать, что не только... У нас тоже ролик скоро выходит. Угу, мультипликационный. Уже шестой, наверное. Да, шестой. Да, у нас же есть канал, если вдруг не знали. Вот здесь подсказка будет, переходи, смотри там. Мультики. Наши. Все, поехали. Да, я помню эти чудные деньки, когда я познал его вкус. С конфеткой. Он был единственный такой в нашем городе. Не самый красивый и ухоженный, но мне было плевать. Он постоянно манил меня. Я смотрел на него, и он как будто говорил мне, Артем, войди в меня. Я бы с радостью входил бы в него каждый день. Грубо, грязно, не снимая ботинок. Но мама не разрешала мне ходить в этот... Куда? Хочется, сходи в компьютерный клуб какой-нибудь. А, в игровой клуб. Подожди. Или нет? В смысле нет? Ну, или что-то типа того. Подожди, стой, сестой. А, что ли, сестой, нет? Сразу же. Ладно. Хатта. Где куча приставок разных, доступных на тот момент. Телики квадратные, и по центру скамейки длинные. А население этого дивного места было необычайно разнообразным. Не, ну а чё я? Не, ну а чё я? Не, ну а чё я? Мамамамамамам. Чё я? Чё я? Малай-билай. У-у-у. Что? Я не знаю почему, но мне было страшно говорить матери хоть слово про этот игровой клуб. Хотя она и так знала о его... Клубе наркоманов типа. В те времена я частенько, можно сказать, жил у своей любимой сестры, с которой я провёл новую и гайфовую часть своего детства. И проблема, наверное, была в том, что этот самый игровой клуб был... Будет дома. 15 всего. Я выяснил, почему он проводил добрую часть детства с сестру и, можно сказать, жил у нее. Это потому, что он мог быстро и свободно идти играть в клуб. Вот это да! Это открытие века. Я стану лауреатом Нобелевской премии. Деньги, известность, крутые тачки. Шашлык с пивасом, шашлык с пивасом. Ты что-то сказал, Джонни-крыса? Конечно нет, Джонни терпила. Я ничего не говорил. И как я только терплю тебя, я же явно что-то... Шашлык с пивасом, шашлык с пивасом, шашлык с пивасом, шашлык с пивасом. Нет, естественно, я не за это жил у сестры. Я даже не поняла, сука. Поиграть стоило денег, и хоть сейчас кому-то будет смешно. 10 рублей. Это много. Бутылки надо сдавать, нет? Ты же маленький. Ну да, как обычно. Странно, что ты сам делаешь то, что обычно делают родители. Отправляют. Что делают? Отправляют, ну типа... К сестре. Куда-нибудь. Чтобы избавиться. На дачу там. Ну ты... Эх. Так вот, дайте мне денег. Поговорили. На порошке. Кто-то меня сам не кормят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну типа... Водички попить. То есть у них нет воды. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Классика. А ты меня реально тогда надышали? Это же... Я не курила, просто рядом стояла. Это классическая. Серьезно? Да. Надышали? Я был в говно, конечно. Еще надышали. Наверное, если бы я сказал правду, мне бы, скорее всего, возможно, дали бы денег поиграть в клубе. Но зная, как мать относится к играм, когда ты говоришь, как классно было бы поиграть там. А тебе говорят, тут у тебя дома уже есть. А дома у тебя картошка гнилая с нарисованными глазами борется против шоколадки трех лет недавности. Почему? Поэтому я не мог позволить себе лишний раз упоминать игровой клуб. Ведь это из-за того, что меня тогда вообще к сестре не пустят. Но зато у сестры проблем в этом не было, ведь она была старше меня. Матушечка, сейчас ко мне придет мой любимый младшенький спиногрызик. Мне надо его как-то развалечь. Что? Дай денег мне. Дай денег, дай мне. Дай денег, дай тебе. Ну на, держи. Дай тераблевочка прилипла. Матушечка, не застал, доча, бля. Любил тебя. Себя халпал. Одни из самых теплых воспоминаний по игре из-за этого клуба. Нищая логика. И все. И все. В этот клуб при любом удобном случае. Конечно же, не так часто, как хотелось бы. Но в целом, частенько, мы играли постоянно в какое-то говно по типу Пау Рейнджеров. И я не понимал, почему ты не даешь мне поиграть в Сайлент Хилл или Квейк. Почему? Потому что, дорогой мой братишка, я не буду стоять и просто смотреть, как ты играешь в этом. Потом в парные игры. Я могу оставить тебя здесь с этими животными. Все, играй в что хочешь. Все уплощено, бля. Неееееееееееееееееее Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. По лому десяти рублей. Ты знаешь, откуда было нет? Кричал. Из-за стиля колеска до Гендалью упал. Ха-ха-ха-ха. Правда, кричал. Лучка прилипла. Схватите, Боба. А чё, ёпка? А чё, ёпка? Мам-мам-мам-ам-ам. Мам-мам-ам-ам-ам-ам-ам. Балай-мам! Балай-мам! А ну пошли от него, Ира, дабы. Это мой. Мой. Седова. Ага, сеструнделя, это ты. Исполни мое последнее желание. Давай хотя бы... Чё так жачно? Тэккен Три! А ладно. Давай. Всё. Ой. Иртюмин! Хватит одним мобилем бы! Одни в игре. Я тоже так играл всегда. Спасибо за просмотр, Аминь. Для основного канала ты можешь подписаться на мой второй канал. А также посмотреть этот сочный ролик. И, конечно же, подписаться на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Ссылочки в описании. До скорого. У тебя тоже глаза мокрые. Да, ролик называется «История сестру». Это история про игровой клуб. Да, про игровой клуб. Ну, кого из-за про сестры. Короче, не знаю. Она упородая! Да, и так угарно висит. Она странная, упородая. Жесть. Мне кажется, очень много ещё озвучка решает. То есть, я как-то всё вместе как-то. Так всё по-наркомански, жесть какая-то. Как-то очень гармонично получается. Гармонично-наркомански просто. Жесть. Знаешь, я тут просто даже, ну, сказать, что, ну, ролик называется «История сестру». То есть, наверное, расскажет, как они там дрались с сестрой, или как они там дружили с сестрой. Я такая скажу «Ой, у меня не было братьев и сестёр». А ты такой скажешь «О, у меня была младшая сестра, мы с ней не дружим, бу-бу-бу». Короче, такая жесть происходила. А там было про компьютерный клуб. Про компьютерный клуб я тоже так ходил. Тоже и друзьями собирались, и ночами. Но я как-то просил, как-то даже, наверное, не просил, потому что понимал, что мне не дадут. Я, наверное, как-то отлаживал, наверное, там, с обедов когда-то. А, ты копил деньги за школы, да? Да, и потом как-то прям ночью зависали. В смысле с обедов? Сидишь? В смысле с обедов? Играешь. Подожди, в смысле с обедов. А что, вы в школе не кормили, что ли? Нет, тебе дают, ну, на руки. А что, тебе мама с обой-собойки не собирала, чтобы ты деньги не тратил? Нет, нет. У нас там было все, покупаешь в буфете. И так, отлаживаешь, отлаживаешь, там в компьютерный клуб такой, бам, залетаешь, так, уп, со всеми. Подожди. Нам долго, на весь день, на выходной, там, или на всю ночь. Так это же дорого, наверное. Что в 10, там. Так это же много стоит. Да, купляешь много пива. А еще пиво, это еще дороже, жесть. Так ты там вообще, получается, ничего не жрал, только деньги на компьютерный клуб с пивом копил. Ужасно вообще. А у вас тоже такой был клуб с приставками, или у вас уже компы были? Компы именно были. Уже компы с тоже с кими-кими скопами? Именно на компах, да, по сетке, играли в контру, играли. Что-то, дота было первое. Да? Я вообще никогда не видела в жизни первую доту. Я только вторую видела. Да, и кто-то такой там бывает, который хочет по сетке играть, он играет в GTA San Andreas. Один-одинокий, да, такой печальный, такой, одинокий волк, такой сидит, такой, вы лохи, а я в GTA. В общем, ролик капец какой угарный, очень клевый. Что-то тебя вообще торкнуло. Я вообще не мог сорваться. Не мог удержаться, точнее, сорваться. Сорваться ли вам? Сорванец. А также у нас есть тот же канал с анимациями. Переходи, вот, в конечке прям будет. И в описании. И в описании есть. Мы тебя там ждем. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.